Я очень хочу понять, как это работает. Мне помогает при ее образовании, наконец, могу мать дальше работать по специальности, за помощью юридических пульсов Белорусского государственного университета. Поэтому сейчас, как никогда, мне наконец пригодилась эта задача. Поэтому, если вы стоите на пути, вы понимаете, что нужно очень внедрять, то найдите у себя человека, который будет заинтересован, влюбить и действительно включить свое тело. Сейчас это реально самостоятельно с вами, но без понимания этих террорий мы не сможем перейти дальше. Безопасность. Очень базовое понятие, о чем? Оно в здоровье всех тех людей, которые влияют отношение к продукту. ХАС, он вообще строится на продукции. Кто его привозит, где он хранится, на какой доске его отрезают, какими ножом, в каких перчатках, какими руками, кто, дальше на какой диктейле и так далее, в какой печи, в каком пораконтектовании, на какую диктейку вы укладываетесь в гости, как вы подаете и так далее. Вплоть до уже конечного употребления продукта, в ваших случаях, в диктейке, вы должны представить продукт как своего главного героя. То есть ХАС это не про людей, это про продукты. И вы рекомендует представлять путь исследования вашего продукта. Вот оно сырье, вот это уже стейк, вот его ест ваш гость, вот гостик что-то не понравилось. И тут вы понимаете, вам нужно что-то ответить, что-то нет. Наши соревновательства, окей, или нет. Опасные халатки, их делят на 3 плюс 1, плюс 1 это такой 0. Блин, нужно было запускать, дайте, стояли, никого не было. То есть что можно, наверное, видеться на здоровье. Это вот эти халатки. А напишите? Да. Физически сам опасен, это какое-то инородное тело. Волос, волос в какой-нибудь путь. Назовите пример, у кого были какие-то физические факторы, ну, поднимутые волосы, блюда, кто же сам ходил. Или кто-то знает, или кто сам ходил в ресторан где-то. Какое у вас было? Волос? Волос в стрелке. Монеты в бокам. Это же че-то улитка. Еще че-то улитку. Это говорит о том, что ваш салат армянический. У нас был такой случай, у нас была маленькая красивая линчика салат. Вот, и нам, ну, представляете, у нас в бок продаются салаты, ну, листья салатов. Волос. Мы не можем прямо вот туда сглубо возить. И гостин написал или в инстрии, или в инстрии, сфотографии, что здесь людей и так далее. Да, мы понимаем, неприятно иметь, вот, но полагайте, что салат уже не готов к потреблению продукта, а что к потреблению, вы его еще располаскиваете. Да. Вот видите, вот, ну, вот, вот, вот. И что вы сделали с нашим покупателем? Сделали замену, ну, сразу. Окей, мы поняли, что, да, действительно, это физический фактор. И действительно, есть категория покупателей, которые улыбнули, может быть салат, руки, тарелизм. И что касается волос, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В украинских заходах нет, где не найдете эту строчку, где написано, что ваши салата должны пить с головы ухора. Поэта, когда приходит наверх, с 20-го числа отстает девушка, и говорит по числам. Да? А вы задаете вопрос. Слушай, вот, вот, знакомите, пожалуйста, ну, вот, 9 часа, а в каком состоянии, ну, там, очень-очень, читаться, да, очень-очень понятно. Вам никто не даст ответственности, если у вас вопрос, и все, и вопрос откроется. Мы с компанией приняли сервисы, девочки, тугие кульки и тугие косицы. Ну, потому что нам важно, чтобы нашим девочкам было комфортно, что они чувствовались за красотками. Те, которые работают непосредственно с готовой продукцией за прилавки и за единой. Если хотите кепки, ну, окей, не хотите, мы не заставляем, но хвостки, распущенный волос не опускаются. Если стрижка чуть лиже муха, да, на уровне муха, когда невозможно сотрать спочек, значит, какой-то или ободок, или как-то так подкалывать волосы. Но все это, все, черт, кто сейчас не знает. Там, где речь идет о ПЭЭ, да, когда, например, завета у нас в рыбном отделе, в лесном, непосредственно от ветки, фистетки и так далее. Там работают в голубых упорах, но до сих пор, ребята, решили, вот им так проще, окей, окей. В целом, у нас за этот год только один раз в случае рекламации на тему волоса в готовом пункте. Это не так часто плохо, но это нормально, это не критично. Следующий опасный фактор – это химический фактор. Химический фактор – это или то, чем кормят рыб и мясо, то есть какие-то антибиотики, или пистетики, нитраты. Мы, естественно, у всех поставщиков запрашиваем документы. Ни один продукт к нам не попадает без мяса. Определенная налога царная бумага для мяса одна подспользуемая часть друга. И также у нас есть в договорах с нашими поставщиками прописанное правило в зависимости от отдела. Но минимум раз в год мы приезжаем к качественным поставщикам без предупреждений. Мы не звоним. Буквально за час мы уже, когда уже выезжаем или вы ездим. Мы с ними говорим «Здрасте, вы готовьте, ставьте чайку за работу». И мы понимаем, что если кто-то вообще не принимает на производство, то что-то нам не то. И также мы в каждой партии имеем до двух процентов. То есть мы получаем сто плюс два процента. Вот эти два процента нам поставщики предоставляют для того, чтобы мы могли брать эту лабораторию. Или хотя бы на первичном этапе те же аркусы, например, до актуального центра. Ты не поймёшь, насколько вкусный аркуст, пока его не разрежешь. Или ты не увидишь, сколько авокадо чёрных внутри, пока ты его не разрежешь. И мы рубим эти два процента и периодически его возвращаем, если это пересделано и так далее. Что касается физического факта, то мы выбросим в каждой партии пять лабораторий. Вы должны понимать, что вы не можете отправить в любую лабораторию. Лаборатория должна быть аккредитована по системе ISO 17025. Это очень важно. И в случае каких-то споров в СИИ именно документы из лаборатории, аккредитованные по системе ISO 17025, вы сможете предоставить. Очень высокие государственные лаборатории не имеют этой аккредитации. Обратите внимание. И гипотизм. У нас были случаи, когда получали фрукты, очень яркие, активные превышения этой витраты. Но так как эти товарищи не попадают на полки, мы часы перед потребителем. Все окей. Мы снимаем. Мы выводим со склада, начинаем делать витраты после ВСИИ. И расстреляем. У нас все очень строго. Один раз в 6 метра, и все. Не работает. Было единственное исключение, когда после ВСИИ действительно ВСИИ, действительно понимающий, что это миниор Шика, он нам доказал документами из лаборатории, о нейтрологии. В деле форума МАНИ. Был очень сильный метр. И с серийного хозяйства, которое не относится к категории минического хозяйства, а при идее миниатра. Мы с этим предложили работать. Следующий опасный фактор, это биологический, химический опасный фактор, еще второй. Это вторая категория. Это моющие средства. Точень вы обрабатываете поверхность, чем вы работаете. У нас в предприятии, если вы не найдете, это, конечно, дешевле, это, конечно, вроде бы эффективнее, но нет. На всю фирму вы должны запрашивать у ХАСКО. И у вас, даже если, допустим, вы будете запрашивать сертификат, это классический, фазовый сертификат СЭС, в котором мы производим с первым заслужением эту площадь и средства. Мы работаем с несколькими партнерами, сейчас проводим большой аудиторинг, и хотим сюда получить какое-то комплектное решение. У нас было как? Был на диск конкретный Адамерная компания, которая там все сгибала. Внизу где? В какой-то момент мы поняли, что хотим раздробить. И Никит Эмпер здесь расходил. Нет, я тебя спрашиваю, я вверху запустил пространство, мне нужно обращать. Я вверху запустил пространство, я вверху запустил пространство. Но вот это, вверху запустил пространство, и это действительно эффективно, есть право и право и право. Давай, поднимись на меня, здесь идет пространство. Мы напоминаем, потому что это человеческий фактор. Ну и конечно, мы с вами понимаем, что как правило, та категория людей, которые занимают позицию фей, чистоты, по челюсти, и те, как это у вас называют. Это, людям достаточно много классической музыкалки, и сейчас много, например, используются, наливают ковдомов, эйрид, атом, бах, а профессиональные, химией, это вышли, уже идеально в банках. Третий, третий упасный фактор, называю химический, биологический. Биологический, это бактерии, т.е. это температура охранения, режим охранения, товарная система. Ничего нового, если вы все равно изменяете. Очень слабо заработает вопрос, повар, смотри, предположим, смотри, твою ситуацию для тебя, ночью, перепаркиваешься электричеством, и отключаешься холодильник. Ты приходишь на смену, и ты понимаешь, что уже нагрелись, к сожалению, твои действия. Единственный правильный ответ в этом случае, это я не работаю с этой продуктами. Потому что, если у вас нет какой-то существенной системы, кстати, это существенная такая шерога, у других отделов есть, где этот опасный фактор антиполитической тости, например, врывы, измоги, каждая эквивалентная температура, это просто, это очень слабо. Мы поставили, так называемые, блогеры, это типа флешки, и есть несколько принципов. Самый важный, который у вас это все существенно, это в прошлом. Программа нужна вас сидит, если вдруг, вот что-то у вас, например, перепарти в культуре, приходится, понимаете, что-то было очень не так, вы берете эту флешку, вставляете в компьютер, и вам показывают графику, и вы видите программу перепарти в культуре. то ли в 15 ночи, все равно после закрытия, то ли, да, в час. Второй вариант, это когда, если происходит этот перепарти температур, вам приходится наше судебление. И, то есть, вы стараете ставить границу, вы понимаете, что у вас должна, например, температура от двух нуля до пяти, и вы ставите себе границу на системе, и как только выходит на системе, вам приходится смс, ну, если вы понимаете, что что-то там не так, то и исполните. Ну, конечно, может быть, там, это, это, сюда у вас есть еще и звуковое измещение, то есть, то есть, что-то пикать, что-то пищать, и также из маленьких творческих, где вы всегда видите, что эти продукты. Вот, этот вариант, это самый другой, он доходит до 15000, но, наверное, раз, свышество продукции на мосте 6000, если не больше, то это будет работать, такая, превентивная. И, четвертый, опасный патор, я его выделила, как 3 плюс 1, да, отдельно, это аллергия. Новое дело. Ограниченное. Очень важное слово, которое вышло в число в предприятиях до фезда, оба информированные на спорту, да, меня приходят предприниматели, оба информированные потребители. Это просто, это вы сейчас, очень важно наизусть. Суть в том, Это очень важный исход. Суть в том, что вы теряете ответственность наизусть. Вы, как оператор рынка, который непосредственно продаёт, Вы, как ресторан, реализующий, да, уже конкретные продукты, да. Всё равно, как в области, даже если, вот, облажался, Вы, конечный реализатор продукта, поэтому Вы несёте полную ответственность. Потом, в порядке, в вес, Вы можете, там, своему существу обратиться, но это уже бывает. И в этом сезоне, наконец, поделились 14 инергенов. Это приложение первое к этому закону. Отчисли, базовые инергены. Одесса, естественно. Это мука, яйца, муку, графис, все орифи, всевозможные орифи, даже которых в Гудвайе нет. Сизи, кунжу, любви. Перейти в классическую форму. Да, фиолетовые цветы, цветы, такие конусы, сразу замечены. В лето, вот, есть на любом поле. Очень такие, базовые наши строительные цветы. Часто их используют, как сахарозеленицы, поэтому, кто сходите, для работы, кто сходите. Вот, 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 вот. Есть еще какая-то сложная штука с сахарозелительной одеждой? Вот так, у нас в Гудвайне нет, его даже не вспоминают по странным не знаниям. Морепродукты, молюсти, ракопродукты. Женщин, существа. Горчицы, да. Чеснок не относится, мёд не относится. Цитрусы, клубника нет, их нет. Что это означает для вас? Вы должны всегда в меню мелким шрицом об этом писать. О том, что содержит ли агент в данной форме уточняйте официантов. Вы же всегда написали в лаке, прямо так и прописали, что некоторые наши страны, содержит, прямо написали из одного списка, что уточняйте официантов. И это уже в вашей смерти. Да, в теории, если у меня аллергия на морепродукты, то я буду заинтересована и уточнить, а есть здесь морепродукты, и горчицы, и вообще что-то. Но нет, эта тема не работает. Вы обязаны об этом произвести, спротивировать вашего гостя, вашего потребителя и так далее. Критическое оружие. Вы должны стыдиться в том, чтобы не вашу менеджеру Хаспу реализовывали, это невозможно, это у того. Не важно, сколько у вас 300 человек, в компании 547, как у нас, в базе, у нас большая производство. Хаспу – это образ, это образ, ну, это профессиональный образ, но если вы хотите, это делайте по-нормальному, конечно. Точки контроля, мы отсудили. Корректировки и корректирующие есть. Очень тонкая грамма тут есть. Корректировки и корректирующие пожары – это когда какой-то трампа возникло, что-то не понравилось с точки зрения безопасности, а именно с точки зрения безопасности. и вы, может быть, сказали, какую-то тему подарили бутылочку, ну, там, бжу-бжу-бжу-бжу, все обрели. Но это корректировка, это побуждено. Корректирующие действия – это вот основа Хаспа, вы должны искать первые причины, понимать, в чем же, что-то не так, образно, если нас испортилось, да, на нашем примере, начинного холодильника, мы должны понять, почему холодильник отключился, то ли отрезать в аре, то ли мы нашим ароматом ели. Вот у нас есть такой классический пример с мороженым. У нас прикасывали зону, что я дам разница с мороженым, и девочки ночью так тщательно мыли, так тщательно мыли, что же убили, и отключили от этих холодильников. То есть, на утро, в кассировании шли, проверяли выкладку, и видят, что холодильник, в общем, все было разница. Начали выяснять, и оказалось, что, вот, просто девочки сидели с мамой, и даже не видели, ну, то есть, если они не специально, так мыли, что-то выдернули, в разницу. И наше корректирующее действие в этом случае, а мы ускорили в этой прикасовой зоне такие крепежи и держаться для газетов, которые невозможно без особого мяча открыть. То есть, драма, все, девочки, вот это корректирующее действие. То есть, важно найти первые причины и устранить, или минимизировать. То есть, в Хаспе это еще, вроде, в 99-99, то есть, когда не будет 100, это тоже в группе. Никогда вы придете в свой идеал, всегда идете в свой лучшем. И фиксатор. Ну и ваше действие, с точки зрения проверок, оно должно быть аргументировано словами, конкретными документами, журналами. Об этом мы побольше не поговорим. Это был самый случай. Это был самый случай. Мифы и реальность. Пока, прежде чем перейти к мифам, у кого есть какие ожидания от Хаспа? Чем он вас разгрыжает, пугает? И что вы же бесите в Хаспе? Поделитесь. Аня. Невозможно сделать. Невозможно сделать. Невозможно сделать. Так. Ага. Ага. Обсудим. Ок. Ок. У нас вчера была плановая придярка, поэтому я со свежечком к вам пришла. Еще? Ну окей. Бумажки на бумажке. Да, но нет. Наши консультанты, к слову о консультантах, мы как компания созданная, серьезная, провели тендер, и мы просматривали 5 разных компаний, которые предоставляют услуги по внутреннюю Хаспа. Выбрали самого дорогого. Ну, подумали, наверняка, ребята пишут, что они 20 лет на рынке, и вроде как с большими компаниями работают. И как-то не заладились у нас. Почему? Потому что работают по классической схеме. Правка копировать, правка вставить. Передают нам документы. В чем их вообще суть? То есть они предоставляют вам базовые документы, на которые вы наращиваете уже свои внутренние инструкции, алгоритмы и так далее. И когда я начала вчитываться в эти 310 страниц, ни много ни мало, дальше мы увидим, почему 310 страниц, я увидела, что там есть название компании, с которыми они работали, то есть они просто в некоторых местах даже не удосужились почистить все и подготовить базовый документ. Просто мне переслали. Обидненько. Но важно понимать, что не консультанты делают хасп, а вы сами делаете хасп. И они нам предоставили… Ну, там получилось, мы считали, или 24, или 26 в среднем должно быть журналов в каждом отделе. Вы представляете, 24 журнала? Ну, это вот эту стену нужно закрепить в этих журналах. Это невозможно. Это не рабочая схема. И мы свели к тому, что у нас в отделе 3-4 журнала, исходя из критических контрольных точек конкретного отдела. Бумажки будут. И проверка… Ну, вот вам сразу свежий пример вчерашний. К нам пришла внеплановая проверка по следующим моментам. Мы получили рыбу. У нас, как вы знаете, очень много прямых поставок. Мы получили очередную партию рыбы. В очередной раз сдали ее в лабораторию и обнаружили в ней превышение по ртути. Естественно, мы эту рыбу не продаем. Мы ее сняли, утилизировали, как положено, через компанию подрядчика. Но лаборатория сообщила в Держпотребспоживслужбу о том, что вот есть звоночек. В Гудвайне рыба с ртутью. И они пришли проверить нас, что мы сделали с этой рыбой. И на вот это действие по утилизации у нас были все документы. Мы все это предоставили. Без них все. Нет документов, нет акта списания, нет журнала о несоответствиях, которым вы это записываете. Это очень важно. И это вас действительно спасает. Но важно понять, какие ваши контрольные точки. Потому что заводить журналы на все подряд, упал волос или нет, это не работает. Вам нужно завести еще тогда в каждый отдел по два менеджера, которые будут это все заполнять. Журнал на журнал? На журнал и на журнал, да. Хасп чем хорош? Тем, что нет, опять же, в законах никаких конкретных установленных форм журнала. Вы сами придумываете свой журнал. Вот вам классный пример. Отдел мяса. Нельзя, как вы знаете, птица, да, очень такая опасная история по как раз биологическому фактору бактерий. Птицу нужно отдельно разделывать, отдельно хранить и так далее от остального мяса. Они нам говорят, пришла предыдущая проверка, говорят, а где ваши... Боже, они назвали какой-то документ. Неважно, там, они задают вопрос или листы разделки, или что-то. Как-то, в общем, какой-то там документ загадочный, икс. Мы говорим, у нас такого нет. У нас есть в графике, в хронологии мы можем вам показать, как это выглядит. Это просто перечень всех видов мяса, которые у нас есть, там, курица, перепелка, утка, свинина. И здесь время 8 утра 23.00, да, время работы отдела. И вот, например, если сейчас повар разделывает курицу, он пишет 8.00-8.45. Дальше он переходит к баранине. В строке баранина он пишет 8.50. Почему 8.50? Потому что нужно время на замывку, на замену доски, ножа и так далее. 8.50 там 9.30. Все, мы отобразили, что вот у нас такая тема, все, шито, крыто. Ну, а им нечем крыть. И все это сработало. Нет никакой установленной формы документов по журналам. Вы сами их придумываете. Ваша задача при помощи этих журналов показать, что вот так у нас работает система. Это очень удобно. Это прям сильно удобно, потому что консультанты нам выдали очень сложные журналы, громоздкие. А мы сами их придумали для себя какие-то свои. Язык, кстати, вы можете ввести на том языке, на котором вам удобно. Это ваша внутренняя документация. Мы ведем на русском, и все с этим окей. А, и еще момент. Вы можете также ввести в электронном варианте вашу документацию, но вы должны доказать, что невозможно вносить правки. То есть вы, например, если у вас какая-то суперсистема, вы вносите базовый журнал здоровья, что один раз уже поставил, когда документ закрылся, невозможно ничего изменить. Но это нужно как-то технически доказать. Но тут есть момент, нюанс. Вы же понимаете, какая категория проверяющих к вам приходит. И для них это немножко сложно. Но у нас был момент, когда мы при помощи нашей электронной переписки доказали им… У нас был запрос, где наши коврики… Дисковрики. У кого есть дисковрики на производство? Окей. Дисковрики – это такая штука, которая вам нужна, когда пересечение идет с разных санитарных зон. У нас в Гудвайне каждый второй отдел слишком открыт для покупателя. И есть такие классические очень дисковрики, как они выкладываются. Делается углубление в полу примерно такой высоты. И вкладывается, по сути, поролон, на который заливается антисептик. Это стоит примерно в месяц, мы просчитывали при нашем обороте, полторы-две тысячи гривен на каждый такой дисковрик. Но есть такая штука. Повара, когда в своих кроксах вступают в эти дисковрики, вот это чувак-чувак, никому не нужно, и все просто что? Переступают. Это не рабочая схема. А дисковрик должен быть. То есть мы понимаем, что сходили куда-то на курилку в туалет, нужно, чтобы подошва была чистая. Мы нашли в Чехии нового поколения дисковрики. Это, по сути, 30 слоев скотча, как бы с верх дном. Он тонюсенький, но меньше сантиметра. Он огромный, наклеивается просто на пол. И каждый день вы снимаете один слой. Он липкий и выступаете на него. То есть нет такого дискомфорта, как при первом варианте. Цена их 700 гривен. Это дешевле. Дисковрик есть? Есть. А, так вот к чему, к проверке. Они говорят, где дисковрики? Мы говорим, заказали. Но мы же компания белая, мы же ждем поставку, все дела. Договор заключаем. Они говорят, покажите переписку. Не вопрос. Открыли просто нашу почту, показали переписку. Все. То есть имейте в виду, что ваша задача при проверках. Это именно показывает, что вы делаете что-то, что вы в процессе. Да, мы знаем, должны быть дисковрики. Да, их нет. Да, ругайте. Но вот имейте в виду, что вот мы в процессе. Не порешает, как вы уже поняли. Это я случайно, наверное, переключила. В общем, вы должны понять, что, как и любой консультант, по сервису или по менеджменту, или какой-то приглашенный шеф-повар или кондитер, никто не сделает за вас вашу работу. Вы должны просто понять, что хасп – это такая же ценность, как гостеприимство, как эстетика, как дизайн и визуальная составляющая. Если вы принимаете это, то вы назначаете какого-то человека, который ведет эту функцию или даже какую-то группу составляете. В идеале должна быть рабочая группа хасп. У нас это все старшие отделов, все старшие продавцы. Со временем мы поняли, что у менеджеров-менеджеров топовых, у них очень много бизнес-задач. И мы подключили к хаспу рядовых ребят, именно продавцов с отделов. И это же люди, которые непосредственно своими руками все это делают. Они дают очень классные идеи. И они же приходят с вопросами. Это к пункту о критическом мышлении. Это для меня вообще большое счастье. Дальше покажу несколько примеров, когда сами сотрудники приходят и говорят, слушай, вот у нас там какая-то ситуация, мы правильно поступили или то-то, то-то. К этому нужно стремиться, чтобы не вы им, а не вам давали. И в консультантов я не верю. Sorry. Ну, я не знаю. Мы лопатим всю эту нормативку. У меня на рабочем столе сайт Минагрополитики, Держпотребспоживслужбы и Лига закон. Это вот мои любимые сайты. Просто каждое утро прихожу, смотрю, какие новости. Потому что консультанты, да что говорить, даже вчерашняя проверка, они нам дали, они работали по чек-листу, который уже не действует. И 8 августа был отменен. Я об этом знаю, они об этом не знают. Почему? Ну, вопрос. Это вот переходя с предыдущего слайда. Все подвергайте сомнению. На каждый пункт проверки должен быть пункт закона. Нет пункта закона – все, игнорируйте это замечание. Кольца. Обручальные кольца или перчатки. Базовый вопрос. Опять же, вы нигде не найдете в законе о том, что вот должны работать без колец. Да, это физический фактор может быть. Кольцо. Образно оно может соскочить в тесто, попасть к вам в булочки. Ну, в общем. Но вероятность есть, но она достаточно маленькая. Другой вопрос, что под кольцом могут собираться бактерии. Но тут уже другой вопрос. Как часто ваши люди дезинфицируют руки? Если у вас это просто как отче наш, то пусть ходят с кольцом. Я не говорю вот про такие кольца, да, из которых там может камень выпасть. А базовое обручальное кольцо. Для кого-то это большая ценность. Все, оставьте в комфорте своего сотрудника. А проверяющим, как бы задайте вопрос. Напомните, пожалуйста, какая строка закона, какая статья. Все. Ну, нечем крыть. Все. Погнали дальше. По консультантам, я думаю, вы поняли. Кто-нибудь уже работает с консультантами? Жень, прости. Ну, слушай, я на своем опыте. И более того, когда я в эту тему вошла, я максимально хотела познакомиться со всеми консультантами, какие есть, чтобы как-то войти в эту комьюнити. Ну, не то, что учишься, а ты просто белый лист, ты сам себе создаешь свою систему. И сколько я запросов не давала на какие-то конкретные прикладные вопросы. Ну, все вот такие ответы. Крайне редко кто-то дает конкретную статью закона. Вот прям работают все. Есть консультанты, которые до сих пор работают по СанПинам 91-го года, которые в каком-то 2006 году отменили. Ну, как бы, ну, 2019-й, если что, да. И на сайтах, да. Я никоим образом не умоляю их труд, но я просто призываю вас к ответственности и осознанности, и не доверять полноценно всему тому, что они пишут, и перепроверять. Постоянно перепроверять. Хасп – это дорого. Ну, дорого, но насколько? Вот я уже пару примеров приводила, насколько это дорого. Но штрафы однозначно дороже. Штрафы за отсутствие санитарных книжек – 53 тысячи, например. Ну, вот, ну… А как бы отправить сотрудника два часа? Есть эта тема. Ой, ну, есть операционная необходимость, а кто будет готовить? А бизнес идет? Потом будет выходной – принесет. Когда будет выходной? Через пять дней. А Держпотребспоживслужба завтра придет. Это же как всегда получается, но вы же знаете, это вот закон подлости срабатывает однозначно. У нас есть жесткое правило. Вместе с дипломом образования ты обязан предоставить книжку. Есть, я не исключаю, есть такая тема, когда действительно нужно обучить человека быстро, потому что какая-то проектная какая-то задача. Но на этот момент у нас есть, мы составили, позже покажу, анкета посетителя, анкета Ведведовача, в которой человек расписывается, что он в этот день ничем не болеет, и вы себя страхуете на случай каких-то проверок. есть вопросы по бюджету? Наши консультанты стоили нам 160 тысяч. Но вы же понимаете наши объемы, у нас все подряд процессы, поэтому для ресторанов явно меньше. Да. Консалтинг? Не хочу, не считаю это этичным называть, извините. Но опять же, тут такая штука. Возможно, для тех компаний, в которых они уже внедрили Хасп, они классные ребята. Но мы же не знаем, чего те компании хотели достичь при помощи Хаспа. Но вот нам они не зашли. Ну, как-то так. Сфера действия Хасп. Где вообще? О чем это? О каких процессах? Я сделала скрин вот этих программ предпосылок, так называемых. И сейчас максимально вкратце, насколько это возможно, объясню, о чем речь. Программа контроля химических веществ. Это как раз те же пестициды, химия, которую вы омываете. Здесь, в этой папке, я не буду вам показывать все эти папки, потому что на это очень много времени нужно. И это, возвращаясь к моему третьему слайду, что я не отвечу на все ваши вопросы и чудо не ждите. Так, здесь у нас в этой папке в первой содержится перечень всех моющих, которые у нас есть на предприятии. Здесь также есть карта по отделам, где какое моющее работает. Интересная штука – задать вопрос рядовому сотруднику, а чем ты моешь там параконвектомат? И вот из негативных примеров, в какой-то момент времени назад я задала такой вопрос в одном из отделов. Мне показали средства. Это холодный отдел, в котором нет никакой тепловой обработки. Мне показали средства. Вот я этим обрабатываю столешницы, которая предназначена исключительно для какой-то теплой горячей техники. Как раз парики после работы или там тепловые шкафы. То есть люди не всегда даже читают, хотя на этикетке мелким шрифтом написано, ваша задача сократить к минимуму эти все химикаты, два-три и все. И сейчас настолько профессиональная химия не нужна очень много. То есть у вас должен быть какой план? Что-то, что дезинфицирует, что-то, что снимает грязь и жир. Все. И витрины натереть, если они есть. Программа боротьбист с шкидниками – это крысы, тараканы, мыши, мухи, вся вот эта нечисть. Тут очень глубокий вопрос. Нужно понимать, на какой локации вы. То есть если это, например, подол, который, мне кажется, самый крысосодержащий, ну, вы не виноваты в этом, но вы должны максимально как-то себя предостеречь. Здесь, естественно, вы берете подрядчиков, в которых очень важно не просто, что к вам раз в месяц приходят что-то обрабатывают. У вас должны быть акты выполненных работ от них, в которых они говорят, что там, ребята, у вас увеличилось в ловушках количество крыс, например, на такой-то процент, поэтому мы вам даем еще больше ядов, это будет дополнительная стоимость. Окей, окей, но если увеличилось, значит, надо. Или уменьшилось, поэтому мы вам снижаем нагрузку на эти яды. То есть тут не просто пришли, галочку поставили, именно работайте. То есть прорабатывайте вопрос, насколько у вас мухи. Наверняка живой вопрос. Они бесконечны, двери постоянно открываются, невозможно. Мы у себя постоянно увеличиваем количество этих мухобоек, но тут есть вопрос для зрения, для сотрудников, для безопасности. Очень важно это учитывать. Да, мухи есть, но не в том количестве, в котором могли бы быть, поэтому вот так и работаем. Мы не свели их к нулю, но что можем, то делаем. В этом году увеличили, поставили еще на 40% количество больше этих мухоловок. Бюджет – бюджет. Жалоб меньше – однозначно. Возможных каких-то бактериальных моментов, когда муха присела на мясо, рыбу, снизили. То есть, видите, как мы, получается, мы не убираем, не сводим к нулю, но это невозможно, невозможно свести к нулю количество мух или крыс, да, боже упаси, если вы находитесь разве что не где-то там отдельно в поле, которое забетонировано еще. Поэтому, ну вот как-то так. Следующее – санитарная обробка permission. Все просто, ваши графики наверняка у вас есть в туалетах, да, как часто к вам приходят хозяюшки. Мы для себя выявили пять основных, как это сказать, направлений, что ли, уборки. Там влажная, сухая, вынос мусора, генеральная. И пятое – это пополнение расходников. И девочки приходят, расписываются время. Тут все понятно, нужно контролировать, чтобы время совпадало. У нас есть ориентир, что на каждой точке, где эти графики установлены, каждые 45 минут девочки должны быть. Но может быть какое-то ЧП в каком-то отделе. И если мы видим, что разница там в час десять, мы задаем вопрос, почему. Почему пришла позже. Получаем объяснение, все окей. Ну, если есть объяснение, то погнали дальше. Здесь же график общий. Ну, это своего рода чек-лист, просто все оборудование. Все поверхности, перечень и частота замывки. Как часто, да, вы убираете. Все, на стену повесили. В каждом отделе это естественный индивидуальный график. Ну, наверняка вы с таким кто-то уже работаете. Личная гигиена. Немножко уже об этом поговорила. Здесь у нас есть журнал здоровья, который означает, что в этот день… Журнал здоровья – тонкая штука. Всегда сотрудники задают вопрос. А если вот у меня там 37,2, я здоров или нет? Первое. Нужно понимать, на каком участке ваш сотрудник. То есть он непосредственно с продуктом работает, контактирует с гостем, или ему можно зафигачить там два фервекса, имбирный чай и на полтора часа отправить его на склад, чтобы он наконец там сделал какую-то мини-генеральную уборку. Через полтора часа приходит и говорит, слушайте, у меня уже 38, я пошел домой. Или приходит все бодрячком, возвращается на свою задачу. Сразу вижу ваши вопросы о том, что, ну, слушай, если у нас всего на процессе три человека, одного убрать, и как с этим быть? Вот так и быть. У нас был случай в нашем винном баре 101. У нас в Гудвайне есть винный бар. И всего работает 4 повара в штате вообще. То есть на смене 2 и 3 по пятницам и субботам. И у Славы, как впоследствии было выявлено, двухсторонний гайморит. Один день работает, говорит, слушай, ну вот не пойму, какой-то насморк, просто вода и немножко вот здесь болит, но температуры нет. Ну, давай я до конца дня поработаю, посмотрю, если что там. Окей. На следующий день приходит, говорит, слушай, вот опять вода течет, ну, не знаю, ничего, нормально, никакой ломоты. А это был май. Говорит, наверное, у меня какая-то аллергия. Ну, наверное. Это его диалог со старшим. На третий день приходит и чувствует, что что-то уже прям сильно. И у меня была их внеплановая обычная проверка. Я к ним прихожу, Слава мне рассказывает, говорю, иди в Александровскую сходи, что там. Короче, мы потеряли Славу на 11 дней с гайморитом двухсторонним. И что? И вот те три работали просто без передыха. Поэтому чуть бы раньше обратился, быстрее бы все прошло. Ну, в общем, как-то так. Личная гигиена – это журнал здоровья, это журнал порезов. Это важно почему? Потому что если на производстве порез, кровь в продукт, все понятно. И нужно понимать, как обработали рану и как обработали тот предмет, о который порезались. Пятое. Попадание стекла. Вы должны контролировать все бьющиеся предметы, не только стеклянные, но и пластиковые или какие-то керамические и так далее. Как это делается? Составляется, по сути, весь перечень всего, что у вас есть, в том числе боксы, в которых вы храните пластиковые, например, или чашки для персонала, или какой-то декор, вазы для цветов. Разово сделали этот перечень, раз в месяц, когда переучат посуды. У кого есть переучат посуды? Ну, у половины есть, да? Я прошу прощения. Можно вас попросить? Спасибо. И раз в месяц, мы два раза в месяц у себя проверяем. Визуально же вы, когда подаете, вы же видите, что там какой-то соскол, да, отщербленная тарелка. И вы уже принимаете решение, она окей в вашей концепции или нет, или уходит на списание. И просто ставите галочки, что вот все эти позиции целы, все. И вот у нас был этот момент с проверкой. Нам задавали вопрос, мы показывали эти базовые. Это элементарно. Позже я вам покажу этот журнал. Управление отходами. Сложнейшая тема, потому что есть же еще и реалии. Мы все хотим вроде бы быть эко-шмэко сортировать и так далее. Мы сильно промониторили эту часть. И, конечно, когда ты просто приезжаешь на станцию сортировки мусора со своим домашним мусором, это вполне реально. Но когда ты производишь тоннами, да, вот как мы, то тут уже есть подход. Мы разделяем мусор. У нас есть отдельно бумага, стекло, пластик, металл. И что касается продуктов животного происхождения, то вы их обязательно должны также декларировать. Определенным образом вы утилизируете отходы. У всех наверняка есть договор по вывозу мусора. У всех есть. Понимаете, о чем я говорю? Нужно ли тут? Окей. Но тут есть интересный момент. Если у вас много алкоголя продается, обратите внимание, что вы можете еще и зарабатывать на утилизации. Не то, чтобы сильно зарабатывать, но, во всяком случае, хотя бы покрывать какие-то мелкие расходы. Оказывается, стекло в Украине делится на 14 типов. Там есть светло-болотная, темно-болотная, есть болотная бутылка, например. Мы еще не перешли к этому, но мы узнали такую штуку, что наш подрядчик забирал наше стекло как скло-бой. И это самая дешевая у них позиция. Представляете, наши объемы стекла, и мы в месяц аж каких-то 230 гривен на этом зарабатывали. Мы просто не вникали в эту тему, но сдавали и сдавали. Нужно сдавать куда-то же мусор, окей. А потом, когда я начала это мониторить, оказывается, что все эти бутылки, их можно целостными сдавать, и там вообще другие цифры. Мы сейчас в процессе, мы хотим понять… Еще вопрос с местом есть. То есть эти же бутылки, если их сортировать, их же надо где-то как-то установить, хранить. С скло-бой легко, потому что кинул в общий контейнер и все. Поэтому, опять же, с утилизацией тут есть нюансы. Та же бумага, мы сейчас офисную бумагу планируем сортировать отдельно. Она дороже, чем картон. Опять же, офисная бумага, если на ней… Ну, это уже очень далеко, если вы хотите быть максимально социальными с точки зрения экологии. Если напечатана черной краской, то одна цена и один тип утилизации. А если цветной, то другой тип утилизации. Тоже самое картонные коробки с нанесением или без, ну и так далее. Мы у себя в Yellow Place нашей кофейне моем бутылки из-под молока и отдельно их тоже утилизируем. У нас очень много бутылок, у нас очень много капучино. Поэтому, ну, вот это прям у нас огромный стоит контейнер для этих бутылок. Здесь же в утилизации мы для себя взяли и социальную задачу. Мы максимально стараемся уменьшить потребление или производство пластика. Так, например, в офисе мы сейчас переходим на картонные ручки. Мы промониторили, нашли таких же поставщиков по цене, имеется в виду, как и пластиковые ручки, но теперь картонные. В нашей трапезной раньше была опция, можно было взять обед… У нас есть трапезная для персонала. Можно было взять обед с собой в офис, и в офисе есть маленькие кухоньки. Ну, например, ты сейчас не хочешь, не успеваешь, но обед у нас с 12 до 3, ты взял, на столе у себя оставил, потом пошел поел. Мы ушли от этой темы. Сейчас я дважды написала письмо на всю компанию, что, друзья, приходим со своими боксами. Вы не поверите, мы сократили 6,5% бюджета трапезной. Я считаю, это колоссальные деньги на таком очень простом действии. И мы сократили, ну, сколько пластика, выброс пластика. И какие-то вот такие мелкие примеры мы потихоньку стараемся у себя внедрять. Так, по утилизации. Есть вопросы по утилизации? По хаспу, как это отображать? Все просто акты выполненных работ с вашим подрядчиком. Если у вас есть, просто в ресторанах, наверное, это проще, чем у нас в Гудвайне. Найдите какой-то себе приют. 10 минут у меня осталось, капец. Найдите себе приют для собак. Вот у нас некоторые отделы. Мы как раз отдаем котикам-собачкам, там, когда разруб… ну, все остатки, там, хрящи, кости и так далее. Слушайте, у меня осталось 9 минут, капец. Так, правильно? Сберегание хручевых продуктов. Ну, это понятно, как вы храните. То есть вы должны отображать весь путь в журналах вплоть до хранения в холодильниках, разморозка и так далее. Вторичная переробка продукции – это как раз, когда вы заготавливаете полуфабрикаты. То есть ваша партийность должна отслеживаться. И это стикеровка, базовая стикеровка, никто и не отменял. Тут все понятно. Управление закупками. У нас есть чек-лист для наших поставщиков, какие документы они обязаны предоставлять, как выглядеть должна их этикетка. К слову, в том же законе про информирование потребителей есть все требования, статья 6, святая статья, статья номер 6. Управление инфраструктурой, обладнанием засадовыми ЛР, вымированные техники – это проверка, поверка ваших всех весов. Вы должны понимать, что раз в год минимум обязательно вы должны сдавать. Это норма закона. Вы должны сдавать все свои весы, термометры на поверку в органы метрологии и иметь на это соответствующий документ. Маркировка, статья 6, контроль технологических процессов и их параметров. Это очень точечные журналы. Например, есть журнал по замене масла во фритюре. Потому что у Володи Ярославского это критическая точка. Нам тут важно понимать, почему критическая точка. Потому что, если очень долго использовать масло, начинают выделять небезопасные вещества. Поэтому мы составили для Володи отдельный журнал по замене масла во фритюре. У нас нет времени. Вы не поверите, это правда. Мне так кажется, я добилась успеха вот в этом пункте. У нас есть антисептики, ну я не знаю, везде у нас есть антисептики. И мы начали серию проверок, о которых персонал не знает. Вызываем Печерскую СС и берем смывы с рук, с формы, с доски, держатели для ножей. Важный очень, кстати, элемент, потому что часто обрабатывают ножи, а держатели как-то про них забывают магнитные. И кран, сам кран, из которого поточная вода течет. Мы проверяем воду, кстати, раз в месяц. Но это потому, что у нас в компании оформлено более 500 сотрудников. По нормам есть определенный технический регламент. В зависимости от количества людей на производстве регулируется чистота. Если у вас меньше, чем 500 человек на производстве, то раз в три месяца. Вы должны проверять воду, все ли с ней окей. И лед – это отдельная тема. Если я тебе расскажу, я вижу удивление. Вот это главный слайд, поверьте, вот без преувеличения. Почему? Потому что вырабатывается критическое мышление, когда человек начинает, ага, надо отслеживать, блин, Лена опять придет, блин, руки, черт, окей. Начнете с рук, дальше потом уже пойдет критическое мышление по остальным пунктам. Вот уверяю вас. А? Сами захотят? Здравый смысл. Вот не нужно делать журнал на журнал, да, то, о чем я говорила. Не нужно выдумывать, изобретать велосипед. И там, где действительно вы понимаете, что есть критическая точка контроля, вы туда максимальное свое внимание. Не стремитесь охватить вообще все поле деятельности. У нас есть еще некоторые, если вернуться к тому слайду, где были папочки, мои скриншоты, у нас есть некоторые папки, в которых мы еще не до конца дошли. То есть вот что-то мы уже супер проработали, где-то мы еще понимаем, окей, оставили на будущее. Здравый смысл – это вторая половина успеха, безусловно. Наши законы, к сожалению, я вам могу масса привести примеров, но уже у меня осталось 5-6 минут, где есть несоответствие коллизии в законодательстве. И одна проверка приходит – это требует, другая – вот это, и ты сходишь с ума. Поэтому просто здравый смысл включайте, и все получится. Аня, это посвящено вам. Недавно у ребят был в Хане случай с… Я тебя сейчас раскрою. Значит, кто не в курсе? Одна селебрити, ну, раз она об этом написала очень открыто, то я считаю это этичным назвать ее имя, Василиса Фролова, написала гневный пост о том, что ее не пустили с собакой в Хане, как вообще могли, и просто там отвратительные были вещи написаны. С точки зрения закона нельзя в места образовательные, образовательные, как-то не по-русски. В общем, вы поняли, да? Медицинские, в общественного питания, в ритейл, то есть магазины, нельзя приходить с собаками. Это ответственность владельцев собак. Я, как магазин, или Аня, как Хани, мы даже не обязаны вообще об этом писать. Это ваша задача, как владельцев, знать эту задачу. Ну, нельзя. А у ребят, у вас же был значок. У ребят еще более того был значок, что мы как бы dogs-friendly, но на террасе, террасе окей, в помещении нельзя. Ей предложили стол на улице, но нет, все, извините, гастросрач, и понеслась. Что было для меня? Ну, вот это вот просто настолько было обидно, из-за ребят, которые максимально вежливо и лояльно все уважают всех, пожалуйста, с собаками, окей. Но то, что даже когда написали под постом комментарии о том, что чуваки, да вот, черным по белому, статья закона. Да, хорошо, законы. Ой, какие у нас законы? Что вы наши законы не знаете? И начинается… А, вот так, даже так. И мы тут параллельно, да, там говорим о том, что мы там развивающаяся страна и так далее. Мы у себя в Гудвайне сделали так. Возле тележек, у нас есть комментарии от гостей, которые не понимают, почему они потом кладут свои продукты в тележки, а видят, что вот в соседней тележке проезжает собака, да? Или ребенок, например. Мы установили, во-первых, небольшое фановое объявление о том, что мы очень любим дельфинов, слонов, собак, хомячков, всех. Но дуже вас просимо, да, как бы… Ну, закон есть закон. Как-то так мы написали. И установили возле тележек антисептик и салфетки. Мы, как третья сторона, не можем… Пять минут осталось, капец. Мы не можем подойти к гостю и сказать, заберите собаку и как бы на выход. Мы консультировались с юристами, не с вами, sorry. И по закону мы должны обратиться в полицию. А теперь представьте, мы Гудвайн или Аня вызывает полицию и говорит, у меня тут с собакой, приедьте, разберитесь. Ну, абсурд, да? Вот, поэтому, чтобы как-то выйти из этой ситуации, ну, лояльно ко всем, мы вот таким образом у себя эту справедливость как-то поддерживаем. Я надеюсь, что после этой истории у вас прибавилось адекватных гостей и ушли неадекватные. Да. Так у нас… У нас никуда нельзя. Мы не выгоняем. Мы не выгоняем. Окей. Смотрите, мы… Еще раз. Ну, во-первых, Лаки – это отдельное юридическое лицо. И у Лаки свое кино. Это, если так, в сухом ключе. Это их политика. Во-вторых, мы… Ни мы, ни Лаки, ни 101. Мы не можем в теории выгнать, вот прям попросить уйти. Мы можем обозначить вам, что есть норма закона. Вы можете ее не соблюдать. Это на вашей ответственности. Просто, наверное, Лаки не хочет говорить вам следующий пункт. Если вы не уйдете сейчас с собакой, то я вызову полицию. Ну, наверное, так. И все рассчитывают на какую-то адекватность. Наверное, так. Где мой пультик? Так. А, вот, собственно, как это у нас выглядит. Это вот здесь вот у нас флористика. Вы заходите. Здесь тележки наши стоят. Вот эта вот история. Это 650 гривен стоит. Это 750. Разовая тема. Сейчас будет несколько примеров, как мы коммуницируем. Хасп – это еще про информирование вашего потребителя. Вы должны ему доносить какую-то информацию. Нам не хочется просто брать выдержки из статей, а в фановом ключе донести. У нас очень часто вы в отделе фреша можете увидеть сертификаты именно на конкретные яблоки и так далее, на арбузы. А здесь мы пишем о том, что мы за эко-шмэко, поэтому, пожалуйста, минимизируйте потребление пластика. И вот у нас продаются мешочки совсем недорогие. Наверняка вы это тоже все поддерживаете и понимаете. Это просто в магазине. Мы установили антисептик для гостей. Никакого нажатия нет. Просто подносишь сенсорную. Это 450 гривен. Сберегайте с любовью. По молочным продуктам у нас есть частый… Ну, не частый, но периодический вопрос, когда покупатели перевозят молочную продукцию достаточно длительно от магазина домой и портится продукция. Разумеется, для молочной продукции час – это уже критично. Получаем комментарии, и вы не поверите, когда мы везде в молочном отделе понатыкивали, извините, вот этих вот кружочков, у нас снизилось количество. То есть, видимо, действительно кто-то из покупателей не до конца включается, «О, точно, у меня кефир, масло, еще что-то, надо быстрее». Или хотя бы его упаковать в два пакета, или положить в багажник, а не на сиденье, и так далее. Чистые руки – наше все. Так я часто подписываю свои письма. С меня ржут, но уже чистые руки. И мы на прошлой неделе делали 130 смывов по компании в рандомном порядке. Вчера получили звонок, что у нас все хорошо, что у нас ничего не выявлено. Я считаю, что это наша победа. Жаль, что мы не делали этого год назад, когда мы только начали. Но ничего, будем вести статистику и понимать. Это к вопросу о дегустациях. Когда проходят дегустации, был у нас момент, это тоже хасп, когда кто-то брал ложечку или зубочистку из одного стаканчика, попробовал и клал ее обратно. Были такие гости. Воспитывать никого мы не собираемся, но есть безопасность. И перекрестное загрязнение и так далее. Все. Теперь у нас есть отдельные всегда стаканчики. Это наклейки. Просто сфоткала наклейки. Это при выходе из Goodwine. Мы заменили… Вопрос бюджета. Мы заменили стаканчики. У нас были обычные пластиковые, но мы же эко-шмэко все дела. На картонные мы сократили 20% на закупку этих стаканчиков. И теперь вот эта колба, в которой не все гости видят эту колбу. Многие до сих пор выбрасывают стакан просто в мусорку, но окей. Мусорка при выходе должна быть для чеков, еще для чего-то. Вот наше информирование. Колба. Потом сдаем отдельно, как картон. Это вот… Я вам сфоткала конкретный пример количества журналов в одном из отделов. Это наш Bakehouse. Тут я вижу журнал здоровья. Это журнал контроля температур. Просто три раза в день ребята… Их задача подойти, посмотреть, зафиксировать. В случае, если видят, что превышение, вызвать службу эксплуатации. Естественно, в течение дня на каком-то подсознательном уровне ребята посматривают на холодильнике. Но три раза в день – это именно фиксация. Периодически я захожу в отделы и смотрю актуальность. То есть здесь вы можете увидеть вот… Не знаю, сколько видно. Явно вот пробел. Завтычили. Ну, человеческий фактор. Завтычили. Нужно постоянно напоминать. Не ругать, а объяснять, зачем это нужно. Вот вам пример бюджетов. Я знаю, что у меня уже минус три минуты, наверное. Один отдел на основании вот такого журнала предоставил поставщику… Испортился продукт. В общем, какая была история. Получили моцареллу. Моцарелла вздулась буквально там на следующий день. Вся партия. Начали смотреть камеры. Как мы на приемке. Мало ли, поставщик привез, а мы там на полтора часа на приемке забыли. Еще что-то. Нет. Мы с нашей стороны все молодцы. Все сделали хорошо. Все в журналах было отмечено. Предъявили претензию поставщику. 80 тысяч гривен для компании и спасли. Я считаю, ну, вот это супер класс. Это просто один журнал, который вы заполняете три раза в день. 80 тысяч. Нормально? Ну, как бы, да? А третье. Это мы сделали индивидуальный журнал для отдела. Они говорят, Лен, мы забываем. Напомни нам, пожалуйста, что мы должны делать по ХАСПу в течение дня. Я им ставила очень базовый чек-лист. Буквально там 13 или 14 пунктов. Типа «Проверь ротацию», «Проверь сроки годности». И вот они галочки ставят. Ну, вот. Потому что я же им постоянно… А вот стекло проверили, а в журнале несоответствия записались, а все здоровы. И тут даже есть пункт «Заполнили ли ты вот этот и вот этот журнал». Вот это просто я таю от такого, когда мне пишут сами ребята, не по моей просьбе, а сами пишут. Вот я их просила обратить внимание на контейнер, в который мы лед засыпаем для рыбы. Вот прислали. Или вот, например, Сашка с мясного отдела вышел на курилку и прислал мне фотографию, что он в одноразовом халате, в желтых перчатках. Мы купили отдельные перчатки желтого цвета для того, чтобы на курилке ребята их использовали. С чем это связано? Потому что был случай, когда покупатель объезжал Goodwine, выезжал из Goodwine и увидел человека, который его обслуживал пару минут назад, что он курит. И он задал вопрос, а интересно, он когда возвращается… А, нет, он курил в перчатке. Ну, как выяснилось, человек действительно курил в перчатке, но не в той, в которой он обслуживал или собирался дальше обслуживать. Он специально одел перчатку, чтобы руки не воняли. Поэтому мы особого цвета купили перчатки именно на курилку на случай вот таких вот ситуаций с покупателями. Или вот Сашка, опять же, ездил в мясной наш отдел в Америку на производство к разным поставщикам. И здесь, возможно, плохо видно, но продавец стейк запаковывает голыми руками. И вот Саня… Там дальше диалог, но суть в том, что ты посмотри, голыми руками. Вот это и есть критическое мышление. Плохо видно. Тут Макс из отдела кулинарии прислал мне… Он получил рассылку от какого-то госоргана. И вот здесь написано «Наса сыр». И вот он мне пишет «На державному ривне по мылке». Ха-ха-ха. Вот. Так, это напоминание, опять же, там в отделе Бейкхаус, что нужно замачивать доски. Но если они не помнят, ну напомните им. Ну не надо их там постоянно дрюкать. Ну напомните и все. Журналы, я так понимаю, мы не успеваем посмотреть. Если у вас есть желание, отдельно я два дня здесь, на компьютере вам покажу. Продолжение следует…